Небесный Высушитель души истины, Иже везде сын, Идя исполняя сокровища благих, Иже в неподателю приселись обны, И отчистенные отсеки скверны, И спаси блажен души наши. Свердлыми читаемые, продолжаем Евангелие от Луки, 1 глава, 15 по 17 стихи. Ибо Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, И Духа Святаго, исполнящего от чрева Матери Своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предвидит пред Ним в духе и силе Ильи, Чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоримым образ мыслей праведника, дабы представить Господу народ приготовленный. Толкование блаженного теофилакта. Ангел возвещает, что Иоанн, будучи велик, но пред Господом, ибо многие называются великими пред людьми, Но не таковы пред Богом, например, лицемеры. А Иоанн велик по душе, как и всякий, соблазняющийся мал по душе, Ибо ни один великий не соблазняется, но малые и малодушные, как и Господь говорит. Цитата. То есть, что это значит? Обратить евреев к апостолам, ибо иудеи были отцы, а апостолы дети их. Обратил сердца иудеев к апостолам, чем? Учением и свидетельством о Христе. А свидетельствующий о Христе делает учеников Его вполне достоверными. Иоанн не всех обратил, но многих, а Господь просветил всех. Пришел Он в духе Ильи, потому что как в Ильи действовала благодать, так и в Иоанне. И как Илья, предтеча второго пришествия, так и Иоанн первого. И в селе Ильи, потому что пришествие обоих, Ильи и Иоанна, имеет одну и ту же силу, именно приводит ко Христу. И в другом смысле. Иоанн пришел в селе и духе Ильи, потому что Иоанн был пустынник, воздержник и обречитель, как Илья. Илья возвратил непокоривым идеям образ мыслей праведников, то есть учения апостолов. Мудрость же апостолов – благодать духа в них, которой они были управляемы. Представить Господу, то есть Христу, народ приготовленный, то есть людей, способных к принятию проповеди. Скажу некоторое подобие. Когда приходил какой-нибудь пророк с проповедью, то не все веровали, но способные, то есть приготовившие себя к тому, ибо как если кто-нибудь придет в дом ночью, то не все его принимают, но бодрствующие и ожидающие его, и приготовившиеся к принятию, так Иоанн приготовил Господу людей, но не покорных, а способных, то есть приуготовившихся к принятию Христа. Толкование. Комментарии. Игнатий Тихонович Латкин. Отношение отцов и детей – это вопрос тысячелетия. Разрешить его никому не удается с поколения в поколение. Пророчество об этом оставалось невыполнимым до времени начала проповеди о пришествии Христа. Мудрости отцов оказалось недостаточно, чтобы плотника, с большой буквы из города Мазарета, признать за обещанного Мессию. Евреям старшего поколения мешали их ревнистические знания, мешали толкование закона Божия тогдашними учителями, не знатно, не испорченные тогдашними семинарами. Рыбаки и мы, через первую встречу, приняли свое сердце Иисуса, как пророка, с большой буквы, и пошли за Ним, за Ним, с большой буквы. После воскресения Христа они, несомненно, безоговорочно признали в Нем Сына Божия. Сына с больших буквы, то есть Иисуса Христа. Их проповедь была направлена в первую очередь к своим соотечественникам, то есть евреям. Они пробивали все заслоны, стоящие на пути к спасению старшего поколения, чем учением и свидетельством о Христе. Проповедь о Христе во время и не во время, во всяком месте, многочисленные доказательства закона, пророков и псалтири, многих из распинателей Христа привели к раскаянию. Деяния 2, 37, цитата, «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам сделать, мы же братьем». Петр же сказал им «Покайтесь, и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получит дар Святаго Духа». Тысячи уверовавших были обращены учением и свидетельством о Христе. Трагедия России и Русской Православной Церкви, трагедия монархии заключается не в революции, не в жидомасонах, а в потере веры в Евангельского Христа. И ничем невозможно исправить положение, в первую очередь в Церкви, как только открытой, неповрежденной Евангельской проповедью, когда каждый христианин понесет благую весть окружающему миру. Церковь может стать воистину невестой Христовой только тогда, когда она будет наполнена учением и свидетельством о Христе. Этим должны быть наполнены семьи, наши разговоры, богослужения, письма, выступления. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Вот здесь по этому поводу хотела бы я исполнить несколько метров из Святого Писания, которые как раз так бывает нас изучать в Евангелии, да? Иоанна 5.39 Исследуйте Писания, ибо Вы думайте через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Иоанна 12.48 Отвергающий Меня, и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить Его в последний день. 1 Тимофей 4.16 Апостол Павел отписал значит Тимофею. Вникай в себя и в учения, занимайся всем постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушащих тебя. Книга Иисус Новин 1.8 Да не отходите, я книга закона о тост Твоих, но поучайте ни день, ни ночь. Дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях Твоих, и будешь поступать благоразумно. Вот как бы все эти места Писания призывают нас изучать Евангелие, чтобы оно было нашим авторитетом. Ибо, как Господь говорит, да, если Меня не слушали, то Слово, то есть вот это Слово Божие, на страшном суде, будет нам обличителем. Но, как нам осталось говорить, если, говорит, Слово не изучайте, Слово не знаете, значит нарушайте, значит погибайте, да. Если мы же будем изучать, знать, за ком это дать, то мы будем спасаться. Как вот, говорит, правило на дорогах, да, если поедет, сядет кто-то за руль и не знает правил дорожного движения, он будет нарушать, может и аварию, может и погибнуть. Вот так и здесь, вот. Ну, между нами, говоря, мы как живем? Мы общаемся, но Евангелие в нашей жизни как бы вообще отсутствует, да. Мы встречаемся, и оно у нас, но страх между собой нигде нет. Ну, это говорит о том, что нет авторитета. Вот я недавно посмотрела ролик, там сейчас бывает очень, как говорится, в интернете много роликов прославил спортерей Андрей Иткачев. Очень много хорошо, говорит, преповедует, но он хорошо все-таки немножко обращает. Не так много, как бы, может, хотелось, но все равно он призывает читать, изучать Евангелие. Вот, а я бы еще хотела добавить толкование, блаженого все тела, потому что очень сложно. Не все, мы можем все понять, и в воскресную школу не все ходят, без толкования очень сложно. То есть они об этом не говорят. А как-то еще послушал тот епископ, один выступал, там вообще было удивительно. Но я, правда, послушала всего две проповеди. Одна проповедь была такая, что за всю проповедь он вообще ни разу не сказал о Евангелии, не призвал его читать, да. Он сказал, читай, читай, читай святые, хакатица, но об этом все знают. Но мы не по качествам, не по чтям будем судиться, а Господь сам Иисус Христос сказал, что по слову Ему, то есть это должно быть настольная книга, это должно быть на первом месте, а все остальное уже потом, как бы, в приложении к этому. Также он мне сказал, имя Иисус Христос ни разу не было им произнесено. А это Господь наш, Иисус Христос, да, Он говорит в Матфеи 10, 32-33. Итак, всякого, кто исповедует Меня среди людьми, того исповедую Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь и Я от того пред Отцом Моим Небесным. То есть тут прямо говорится, да, что если мы будем исповедовать Его своим Господом, а как исповедовать? Мы должны говорить о Нем, что Иисус Христос наш истинный Бог, но у нас этого нету и примера, как бы, кого. Вот у нас пример сейчас хороший, известный проповедительный миссионер Игнатий Тихонович Латкин. Но, опять-таки, его не все знают. Канал у него мало просматривал, по сравнению, скажем, как вот опять про Терри Андрея Ткачева. Как одна мне сказала, ну, сложно все это, потому что он сильно обличает. Я говорю, ну, обличает-то он не от себя, а обличает он с Евангелием. Если посмотреть, открыть Библию, почитать ее, то обличает-то именно Евангелие нас, а не человека. А он всего лишь, как он говорит, я от себя ничего не говорю. Вот, все взято с Евангелия. Если каждый будет читать, то, я думаю, мы найдем себе там много обличительного. Но если мы этого не находим, то уж мы тогда святые. Но я думаю, вряд ли мы еще святые. Мы должны его читать. А если он нас обличает, то мы должны исправляться, да? Ну, вот, сегодня пригласила несколько человек-сестер, но они все приходят. Опять как у нас званный напир, да? Люди боятся обличительного слова. Если что-то вдруг скажешь, то сразу обида в человеке. А я опять говорю, сейчас вместо слова Евангелия, как он говорил, потому все узнают, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть он не сказал, что уже имейте. Он сказал, что будете. То есть подразумевается то, что мы должны преодолевать в себе всякие искушения и стремиться к этому, да? А не так вот сразу мраствую и стали святыми. Вера нас освящает, Евангелие нас очищает. А если мы его опять читать не будем, то как мы будем, чем очищаться-то? Это не просто, что пошел там душ помолся. Это пыль, смол только грязь. А сердце-то, чем мы будем смыгать? Сердце только вот, конечно, слезами, покаянием, но опять откуда они возьмутся? Они возьмутся от веры. А вера от услышания, а услышание от Слова Божия, римлянам, 10-17. Вера от слышания, от слышания, от Слова Божия. То есть опять вернулись к тому же, опять к Евангелии. Да, поможет нам Господь, да, читает Евангелие. Столкованием. Стараться применять его в своей жизни. И примиряться между собой. Да, и прощать друг друга. Но чтобы нам не справляться, и мы должны отвечать друг друга. Если что-то не так, мы должны выговаривать. Ну, и тут же примиряться. Тут же прощать, как там сказано, закат солнца, да. Не так, что там неделю, год хранится этому вету обиду. Лучше сразу примирить, и высказать сразу, да, как в Псалтере он сказал. Лучше сразу высказать, чем там внутри держать. Вот, а там сказано сегодня о секере, да, сто раз у нас сестра была, когда она говорит, пиво, это для здоровья. Я говорю, ну, в Евангелии где-то этого нету. Там Господь разрешил только то, что это виноград делается. То есть вино виноградное разрешается. И то только мерой и нормой. Вот я читала, когда шли о святых, там я увидела монахи, они, если, значит, разрешалось монахам 50 грамм только вина, разведенной водой, а женщину 30 грамм разведенной водой. Но этого никто не знает, как бы считает, что пиво, ну, пиво же из хмеля делать, не из винограда, а уж алкоголь вообще там, это водка из пшеницы, из чила там. Да из чего у нас только что не делается? Люди не понимают, что всё это, скорее всего, это от сатаны. Ибо там в Евангелии есть места, и не пели, но ибо в нём есть блог. То есть, опять-таки, один грех порождает другой. Господи, помилуй нас, благослови. Можешь спасаться, да? Благослови, Господи, слава тебе. Достойная всякого истину, Блажитесь, Аблагородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения с Терафим, Без засления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебе лечает. Слава тебе, Господи! Слава тебе! Слава Богу!